Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы немножечко прогуляемся по Николаевскому триулку. Сегодня вы его знаете как триулок Симашка. Триулок, на котором расположились два здания городской администрации. Бывшая, теперь уже торговый дом Максимовых и нынешняя за моей спиной. Триулок, по которому сто лет назад спешили в Николаевскую часовню, спешили на базар и сегодня спешат на базар жители города. На дворе весна, а значит снова пришло время погулять по любимому городу и узнать его истории и легенды. В 1900 году один из старейших банков Ростова, Общество взаимного кредита, открывает свое отдельное здание, свой головной офис. Вы видите его за моей спиной. Здание это тогда двухэтажное, оснащенное бронированной подземной комнатой, обещало полную конфиденциальность и, конечно, сохранность сокровищ своих вкладчиков. События, которые ярко рассказали об истории Ростова во время гражданской войны, касаются 1918 года, когда после бархатной немецкой оккупации здесь было совершено ограбление века. Итак, после рождественских каникул сотрудники банка выходят на работу и по первому зову пытаются открыть бронированную комнату. Но цейсовский швейцарский замок заклинило. В ход идут фомки, автогены, завод в городе известных медвежатников, комнату вскрывают на небольшое расстояние, впускают туда мальчишку щупленького поверенного механью, тот вбегает в помещение и выбегает сразу же с криками «Черти, черти!». Ветер гуляет по как будто бы закрытой бронированной комнате. В комнате запах гали, а под ногами хрустит металлический лом. Тогда же уже сотрудники банка, группы попадают в помещение, они обнаруживают подкоп под землей из одной из сейфовых ячеек, которая ведет к следующему перекрестку. Здание, в котором была организована пекарня, из которой был сделан подкоп, не сохранилось. А вот здание общества взаимного кредита переживает свои последние дни. Тогда расследование в 18 году, конечно, зашло в тупик. Вся страна была объята пламенем гражданской войны. К расследованию вернуться в 1924 году. И след так называемых варшавских воров, которые вскрыли 120 сейфовых ячеек 98 и унесли на 2,5 миллиона царских рублей бриллиантов и явлирных изделий, затерялся где-то в Одесских портах. Куда уплыли русские бриллианты, остается загадкой века. После Великой Отечественной войны от этого здания остается только остов. Его достраивают третьим этажом и отдают масло-жиро комбинату имени Микояна под жилые квартиры. Сейчас это здание спустя уже полвека после своей реставрации переживает очередной виток своего развития, а вернее ухода в небытие. Это здание мы видим, возможно, в последний раз. На рубеже 19-20 веков в Ростове-на-Дону работает 19 консульств. От Соединенных Штатов Америки до Бельгии, от Пруссии до Аргентины. Испанский консул Матиас Лаурадо принимает всех желающих в своем личном доме на Никольской улице. Он за моей спиной. Теперь с фасадом апельсинового цвета. Он также напоминает о жизни здесь во время гражданской войны профессора, чье имя было так актуально еще год назад, профессора вирусологии Дмитрия Иосифовича Ивановского. Приехав вместе с Варшавским университетом в 16-м году в Ростов-на-Дону, он запомнится мировой науке своим прорывным открытием. Научная публикация 1981 года называлась следующим образом «О мозаичной болезни листьев табака». Фильтруя эти самые листья, зараженные мозаичной болезнью, вирусолог, тогда еще просто ботаник, приходит к выводу о том, что есть некая частица, обладающая свойствами жизни, но размером с большую молекулу. Он открывает этот самый вирус, описывает его в 1981 году. Тогда научная публикация не получила громкого подтверждения интереса у своих коллег, но имеет мировое значение для всей науки вирусологии. Итак, Дмитрий Иосифович Ивановский приезжает в 16-м году с Варшавским университетом в Ростов-на-Дону, возглавляет сначала кафедру биологии, но срок его жизни недолог здесь. Заболев смертельной болезнью, гепатитом, он умирает в этом доме. Сегодня дом тоже ждет своей нового витка развития, своего нового этапа восстановления. Будет ли открыт здесь музей? Посмотрим. От Николаевского переулка сворачиваем на Дмитровскую улицу, но идем мы не в музей изобразительного искусства, а идем мы к этому чудесному дому, который принадлежал семейству Шилтянов или по-русски Шилтовых. Они были родственниками едва ли не каждой армянской семьи, которые здесь творили свой бизнес. Мелконовых, Езиковых и Черновых. Во время гражданской войны те будут прятаться в подвале, дома, где сейчас располагается магазин тканей. Там, кстати, сохранилась оригинальная метлахская плитка. Более полувека она служит на полном покрытии. Каждый может спуститься и посмотреть на артефакты этого времени. Нас интересует судьба еще одного гения этого места – Григория Шилтова или Шилтяна. Художника, ровесника 20 века, родившегося в 1900 году, скорее всего, в этом доме и прожившего долгую, плодотворную, активную, творческую жизнь в 1985 году. Под Неаполем есть даже вилла-музей этого художника. Здесь же, на этом доме, вы не стоите даже мемориальные доски. А судьба его действительно интересна. Художник-самоучка, учился в гимназии Степанова, кружился многими художниками, которые пополнят мировую коллекцию живописи. Это и Ладжаловы, и Сарьяны, и многие другие. Здесь, в 1918 году, опять же, во время Гражданской войны, скрываясь от набора в армию, он пишет портрет Андрея Шкура, одного из белых генералов. А потом, в 1919 году, мать отправляет его на поезде с Красным Крестом, с тем, чтобы уехать и переждать невзгоды гражданской войны. Но художник вернется в Советский Союз только после Великой Отечественной войны. Воспоминания Шилтяна, написанные на итальянском языке, переведены на русский язык, и найти их можно только в интернете. Там он очень ярко вспоминает о событиях своей молодости в Ростове-на-Дону. Рассказывает о том, как помнит беспорядки, бесчинства в 1917, 1918, 1919 году здесь, помнит о расстрелах мирных граждан и помнит о своем отъезде из Ростова-на-Дону. В 1919 году зима, и дворник Ванька помогает донести ему чемоданы до ростовского железнодорожного вокзала. Кусок в горло не лезет, фамильный ужин заканчивается ничем. Мать освещает дорогу керосиновым фонарем и образ матери Григория Шилтян, в будущем ставший художником неаполитанского короля, писавший огромные картины, которые хранят сейчас музеи Брюсселя, Берлина, Парижа. Этот образ своей матери он пронесет шесть века и напишет картину для Ичмиадзина, святыни Армении, под Ереваном. Образ Богоматери – это образ матери Григория Шилтяна. Большое счастье жить в городе, где каждый четвертый жилой дом построен до революции. Переулок Николаевский, он же Семашка – настоящий кладезь архитектурных стилей и классных историй. Историй гениев места – профессоров, музыкантов, художников, авантюристов, поэтов и чиновников. Дойдя до Большой Садовой улицы, мы начнем с совсем другие истории. Субтитры создавал DimaTorzok